Итак, приветик. Новый лог начинается с конструктора салата Цезарь. Добавляем. И вот этот соус у них, кстати, очень вкусный. Это, если что, вот какие-то креативки. Ну вот так, Грет, вот так бывает. Вот так бывает. Так бывает, да, ты уже покушала. Ну что, мы с Валерой сейчас едем на мою консультацию по... Кстати, здравствуйте. Да, всем привет еще раз. По моим ночным линзам. Типа ночные линзы, которые ты в них спишь, они в основном зрение. Ну, вообще, те сначала просто зрение посмотрят. Может, там еще какое-то у тебя другое уже значение. Проверят зрение, посмотрим. Про эти линзы, конечно, 50 на 50 отзывы. Кто-то говорит, что в них есть смысл, кто-то, что нет. В общем, все будет видно, я вам расскажу. В любом случае, нам сейчас на консультации все поедут. Потом мы поедем на нашу старую квартиру. Сегодня мебелеху надо разбирать. Сегодня нужно, да, все разбирать, потому что у нас будут забирать старую мебель. Это будет завтра. Так, пригнали. Сюда. Сюда, да? Или куда? Да. Сейчас узнаем, какое у меня зрение. Я его не проверяла уже, наверное, года два-два с половиной точно. Наверное, уже больше, чем минус два. Между делом. Мне просто сказали, что вложила на коррекцию зрения. Моим зрением не стоит делать. Типа, вам сойдут эти линзы. Так что, типа, я не разбираю. Все, Наташа зашла в кабинет. И начинается проверочка. Делают полную проверку. Перед тем, как понять, нужно идти, значит, на линзы или нет. Что за киберпанк? Проверка только наполовину прошла. Закапали что-то на глазах, Аташа. А сейчас? Сказали себе 20 минут закрыты на глазах. Я ведь встава, наверное, буду купить. Ага, она хотела в хай-райс играть сидеть. Там у меня, потому что энергия накопилась уже. Надо отслить энергию. Ну, поспи пока. Включи меня от Насты сообщение. Что она мне там говорит? Ну что же, мы уже на нашей старой квартире. Потому что сегодня нам нужно подготовить зал. Для того, чтобы завтра из него вывезли мебель. Вывозить будут почти что всю. Часть из мебели возьмет Валерина мама. Часть, наверное, на дачу она, может, все заберет. Вот, если честно, я не знаю точно, что и куда. Но, как бы, кто смотрел предыдущий влог, многие уже поняли, что все-таки папа решил эту квартиру не сдавать, а продавать. И перед продажей ее нужно освободить даже от мебели. От большинства мебели, по крайней мере. Вот, насчет зрения. У меня, короче, почти что минус 3. Меня сегодня проверили. Мне пока что очень тяжело смотреть на солнечный свет, потому что мне капали. Специально капли для расширения зрачков. И на 30 число я записалась уже на подбор этих линз. Потому что они, в принципе, могут не подойти. Надо посмотреть, потестировать. В общем, вот. Снова поеду в больничку. В другую уже, правда. Сейчас, да, пойдем нас, Валерой, тут это все разбирать. Я, наверное, соберу еще несколько пакетов со всякими вещами, такие, типа, под отдачу. Возможно, меня будет раздача в Телеграме, как я уже это делала. Полно, в общем, дел. Покажу вам, когда зал будет полусвободный. Но он уже почти что, почти что свободный. Осталось только именно вот... Ну, как понять свободный? Мебель все равно заберу завтра. Вещи, которые остались, все убрать. Мазончик. Тут на балконе у нас еще стоит две реликвии, по-другому не назовешь. Казалось бы, просто, ну, вот, Егермейстер, в Африке он Егермейстер. Но нет, здесь какая фишечка-то? Что вот этот, он огромный, к нему даже шел специальный дозатор, чтобы этот Егерь выдавливать. И этот Егермейстер мы купили, когда ездили в Германию в самый первый раз вообще куда-либо с Валерой вдвоем. Это был 2014 год. У него сзади, смотрите, очень удобная вот такая вот ручка, чтобы убрать. Либо так наливать, либо был дозатор. Я Валере предложила, было бы классно найти человека, кто умеет, ну, кто с стеклом работает, как-то нам сплавит вот эту срежет часть, допустим, вот досюда, и внутрь ставить свечи такие высокие, чтобы это все подтекало красиво по бутылке. В общем, пока что ее в гараж отнесем. Если эта идея нас не покинет, то что-то не сделаем. А вот это Spice, это редкий Егерьмейстер, который мы покупали, когда ездили в Черногорию. Мы нашли его в Duty Free. Вот видите, здесь даже надпись Duty Free Sale Only. То есть это такой эксклюзивчик. Тоже какой DIY из него прикольно было бы сделать. Все остальные мы выбросили. Мы почему-то раньше вот собирали эти бутылки Егерьмейстера. Они у нас лежали в шкафу на балконе и хранились долгое время. Но мы их все наконец-то вынесли, поставили около помойки, как коллекцию такую Егерьмейстерную. А вот это, если вы помните, камушки, которые мне попались в шикарном, в кавычках, адвент-календаре с сайта Joom. Ну, это просто жесть. Тоже их надо выбросить. Розовенькие только красивые, и все. Ну что, Валера, рассказывай, что тут у тебя происходит. Финнотеф такой. Что у меня происходит? Готовим мебель для вылаза. Завтра будут повозить. Короче, решили, что вот это, вот это, вот это. Толик, диван. Вот этот стол. Наш столик. И вот этот шкаф. Для двух человек. И вот эту стойку, да. Пойдем в Май-Май в квартире. Там обновки надо делать уже давно, потому что у меня там мебель все раздолбанная. С каких-то вообще бородатых годов. А тут все новое. Или еще эксклюзив. Это же Икея. А-а-а, это еще и Икея, да, которой нет. Мне кажется, все равно, конечно, найдутся люди, которые там, типа, скажут, маме даете обноски, как это все некрасиво. Ну, она вообще сама изъявила желание. Она сказала. Да, она сама захотела. А в будьте эту мебель оставлять. Да, просто как, сначала мой папа хотел эту квартиру сдавать, соответственно, поэтому мы хотели всю мебель оставить. Но так как он передумал и решил все-таки продавать, поэтому продать нужно максимально пустую квартиру. Ну, опять же, только Наташина комната и коридор, потому что они типа после ремонта и... Ну, да, и в коридоре встроенные там шкафы, да. Вот, так что Валера все протирает, все это в хорошем состоянии. Они сколько? Мне кажется, вот этим стеллажам, которые ты сейчас трешь, не больше трех с половиной четырех лет. Мне кажется, что уже поменьше. Может, поменьше даже, да? Можно по влогнуть. Телевизор, что? Телек тоже у мамы. Тоже у мамы твоей, да? Хотя она протеется, она говорит, зачем ей телек? Но, блин... А нету телевизора, разве? У нее? Да. У нее какая-то такая малютка. А-а-а, ну да, тогда нужен. Тогда нужен. Сколько фильмов, сколько сериалов мы пересмотрели на этом телевизоре. Он нам служил... Слушай, он у нас ведь с нашей свадьбы. Да, на свадьбу был подарок от Валерина папы, да, это. Вот, так что Валера все подготавливает, именно чтобы завтра грузчики забрали. Сейчас освободим наш стол. Ну как, он свободный. Имеется в виду, уберем вот эти вот свои вещи, которые стоят. Потому что там в шкафчиках все свободно. Только бери уже и выноси. И я сейчас буду подметать вот здесь в углу. Не буду вам показывать, что там. Там просто ужас. Что? Мне надо же спросить. На две половины, потому что мой транспорт, наверное, не пипец сколько. Да, да. Так что завтра приедет газелька. В два подхода, наверное, будет возить, да? В один. В один, думаешь, засунут все? Конечно, что-то. Мне кажется, много. Ну ладно, я пока подмету. Так, то, что здесь было наклеено годы. Отрываем. Хайзенберг с Джесси. Они тут висят, мне кажется, лет пять точно. Когда мы там, по-моему, в 2015-2016 там первый раз посмотрели Breaking Bad. Поэтому с тех пор они здесь висят. Это открыточка из Питера. Это с Витфеста. Помните, такие были? Были такие. Как, блин, какая-то прошлая жизнь, серьезно. Это был Витфест, Москва, восемнадцатый год. Использует карточку для автографа. Угу. Ну ладно, тут нижнюю тимку оставим. Джеффри Стар. Отрываем. Ой, что-то он прям плохо идет. Оп. Welcome to LA. Вот это я оставлю. Наверное, на память. Она такая. Толстенькая. Слушайте, ее можно на обложку какого-то блокнота просто приделать. Тем самым украсить обложку. Еще старая фоточка какая-то. Распечаточки. Это от винила Гарри Стайлза. Hello Kitty из каких-то боксов. Она подмигивает? Или что она делает? Не пойму. Да, вроде подмигивает как-то. Или что-то. Ну что, у нас по полной программе. Подготовка. Короче, зал, в принципе, готов. Валер, там шкаф... Ой. Ай-яй-яй-яй. Шкафчики, короче, протирают. От пыли. От следов наклеек. Потому что... Ну, как вы видели, да, у меня были наклеены там всякие картиночки. Вот. А я тем временем почти что уже подготовила стеллажи из третьей комнаты. Которые тоже... Подождите-ка. А, по-моему, один из них хотел забрать папу. Надо ему позвонить. Короче, да, Валерина, мама забирает два стеллажа и два, по-моему, папа. То ли он в деревню их хочет взять, то ли что. Я у него не уточняла. В общем, да. Да, в общем, мы все подготовили. Валерина, он отскребает наклеек. Еще на его стороне от наклейки. Я тебе не буду откирать, потому что это жесть. У тебя там они были слабенькие приклеи. Ну, слушай, тут всякие... Это бесполезно. Это сейчас еще до вечера будут работать. Такие скейтерские наклейки. Я пытался вот этих Симпсонов открыть, но там, в общем, они... Бесполезно. Ну, оно смотрится, конечно, симпотно так все вместе. Стивенько. Смотрите, какое кольцо она шла. О, золото, бриллианты. Но это еще не просто так. Подождите. Сейчас вам покажу секрет. Лучшие друзья, девушек, это бриллианты. Ну, как вам, ребята? У-ла-ла, комси-комси-комса, пошла под откос. Как тебе, Валер, мой перстень? Что ты делаешь? Ты помнишь, что я должна быть осыпана бриллиантами? По-моему, я уже имя осыпана. Нашла еще вот такой, смотрите, красивый-красивый браслетик с маленьким-маленьким сердечком. Великоват, правда, чуть-чуть. А вы вот говорите, выбросьте журналы. Выбрось журналы. Как их выбросить? Во-первых, их сейчас все меньше и меньше. Подождите. А зачем они? Просто, я вам показываю вот это. One Direction. Эльгел, мать его, с One Direction. Где там мой Гарри-то любимый? Сейчас я разворотик-то найду. Я вырежу его отсюда, чтобы он тут не оставался. Вот. Вон Direction разворот. Видали, видали, видали? Видали, 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 видали? Короче, сейчас камера сядет. Я так мысль не сказала насчет... Что, типа, мало сейчас остается очень журналов достойных. Во-первых. Во-вторых, вообще мало. У нас именно в России мало. В России, Валент. Ну, а мы в России живем. Я про кого говорю-то? Мы в России. Неужели я говорю про, я не знаю, там, Великобританию или, я не знаю, еще что-то. Конечно, говорю про Россию. То есть, может быть, я их отнесу просто в гараж, папе. Вот. Несколько возьму домой. Ну, штучек пять. На раскромсание. На чтение, на раскромсание. Дальше, короче, видно будет. Очень многие, кстати, со мной согласны, что они бы их не выбросили. Потому что сейчас это вот уже все. Сейчас этого нигде уже не взять. Реальная любовь. Сорок пять пар. Пусть яйца вам приносят только счастье и радость. И не воняют, как у меня. Да, просто. После ковида у меня прям вот запах был ужасный вообще. Как вы поняли, мы уже дома. И мы с Валерой решили протестить новую доставку. Ну как, может она не новая, конечно. Я просто вам хочу рассказать про прикол. Нам листовку закинули в ящик. И там, значит, роллы по 139. Да, Валер, так? Роллы по 139 рублей. Типа халява. Ну, это действительно сейчас дешево. Мы решили зайти на сайт. Ну, посмотреть, что там у них есть еще. И роллы по 139. Естественно, там нет ничего. Ни с лососем, ни с какой-либо рыбой. Естественно, там только все с курицей. С ветчиной. Там что-то вот такое. Ну, короче, далеко не Japanese style. Скажем так, да? Там есть лицо. Какой-то окунь тут. А, с окунем были? Одни какие-то были с окунем. Ну вот, мы, значит, на пробу заказали несколько порций. Перезванивает, значит, девушка подтвердить заказ. Суши даром, кажется, называется доставка. Звонит подтвердить заказ. Обычно как? Подтверждают, называют, ну, какие порции ты заказал. Такие да или нет. Все так. Сколько вам палочек? Насколько персон? Понадобится ли вам дополнительный там соевый соус? Да? Как мы привыкли. Девушка спрашивает. А понадобится вам соевый соус, имбирь и васаби? Валер такой. А понадобится? А как же? Конечно, блин, понадобится. Оказывается, это все платно. То есть вот эти... Это получается роллы даром. Вот и роллы тебе даром. Понимаете? Все равно какое-то количество идет автоматом обычно к роллам. Ну, не знаю, там, например, один васаби, там, упаковка, там, два соуса и один имбирь. Ну, грубо говоря. А тут этого не идет. Это все нужно заказать за деньги. Я с таким пока впервые сталкиваюсь. Но, может быть, сейчас уже почти что так и будет в основном везде. Ты где там пропал? Короче, вот, роллы даром. А имбирь с васаби и соевым соусом уже не даром. Да, Грэта, что ты все тут кашляешь? Грэта, настрапаляет тебя Валера, да? Скажи. Да? Доводит тебя? Ой. Ой-ой-ой. Ой, какой волк. Опасный. Опасен пас. На этом на столе. Дневнички. Вот так выглядят. Роллы даром, суши даром. Вот эти вот шапочки, конечно, не очень симпатичные. Не знаю, как будто смешали просто... Что здесь? Типа мазик какой-нибудь. Мазик или сыр, непонятно. Вот эти-то вроде ничего, но лосось, судя по всему, подкрашено, что очень-очень яркий. И вот эти роллы симпатичнее всего. Ну, они и самые дорогие, наверное, из тех. Вот, так что сейчас будем тестить, посмотрим, что тут нам предлагают вообще. Продолжение влога на следующий день. Грета пришла в бар. В гараж его пришла. Пришла в барчик, который называется гараж. Нравится тебе здесь, детечка? Ну, а смотри, какая-то цвета музыка. Цвета музыка, да? Да, отливается. Здесь, типа, такая стилистика под гараж. Называется гараж. Ну, например, вот, видите, на окнах висят всякие там отвертки, штукенции. О, стоит конус. Да, пришел, как это, в гараж. И сидишь, тусишь. Ну, обстановка клевая. Тут, короче, два зала. Переходят один из другого. Вот так вот. Такой, то тут зал более неоновый. Здесь просто потише мы сели. Заказалась салат-цезарь. А Грета чувствует сыр и креветки. И устраивает здесь концерт. Валера! Валера иностропаляет еще. Да Валера! Нас сейчас выгонят. Сказали, что по-самому можно. Да, если он не лает. Я не громко лает. Если он не лает. Если он стихо лает, потому что у него эти обрезанные. Ага. Здесь музончик такой, в перемешку вообще. То какая-то дичь играет, то вот такой вот нормальный, типа, из 80. Связки, да, обрезанные. Сачин Дэн Найт. Да, я помню, меня обвиняли в том, что Грета якобы обрезанные связки. А зачем вы пёчку связки обрезали? Какие связки? Когда я это сделала? Когда я обрезала? Это какая... Опасный, опасный волк. Ай, пальцы-то меняют. Не сожри. Грета в цветам музыки смотрится прям вообще наис. Да, ребят, смотрите. Идем домой через больничку, и тут у нас образовалось семейство котов. Семья, да. Здесь мама, папа, кошка. Вот это батя. И котята. И котята. Отец. Мы сначала когда подошли, они все вроде разбежатся. И вот там еще чувачки сидят. А потом такой-то... Вот мелкий, а вот маман сидит. Так, еще вот один где-то здесь в цернате ходит. Да, батя. Не видно. Грета хотела знакомиться, но Наташа не разрешает. Ну зачем их пугать? Они прям дикие, хотят, боятся. И самое главное, вылезем ли мы отсюда, вот где-нибудь. Нам придется обходить и стараться. Моров здесь жить. Ну что, круто, мы пришли с приколки. Короче, полезла в ящик достать арома масла. Хотела зажечь масло лаванды на ночь. И пока искала масла, выпал градусник и разбился. Сейчас, наверное, минут сорок с Валерой собирали ртуть на кухне. Сначала Валер нашел, что ртуть нужно собрать шприцом. Шприцом. Типа всасывать в себя. Ну что-то как-то это не очень помогло. Потом стали собирать скотчем бумажным. Теперь самое главное, когда собираешь 2-3 шарика, вот эти вот маленькие ртути. Я его не приклеиваю сейчас к скотчу. Все. Просто так аккуратно действуешь. И при каком-то излишнем движении они снова отпадают у тебя. Это просто жесть. Напишите, пожалуйста, в комментарии, когда у вас разбивался градусник, как вы собирали ртуть, как вы, скажем так, убирались в помещении и дезинфицировали его. Что вы делали? Ну вот мы собрали все скотчем. И вроде как это один из действенных способов. Но все равно неспокойно, если где-то лежит. Поэтому собрали пылесосом. И Валера говорит, типа, ну что, пылесос теперь выбрасывать? Ну, блин, жесть. Как бы я смотрела уже на пол, и я уже нигде не видела этих кружочков ртути. Они были прям микро. Они были микро. Это как, знаете, как десятая часть, я не знаю, миллиметра. Даже, наверное, сотая часть миллиметра. Вот настолько они мелкие. Это просто жесть. Короче, надеемся, верим, что все будет хорошо. Пылесос я сейчас вытряхну. Валера считает, что пылесос нужно выбросить. Я всего лишь хотела зажечь масло лаванды. И что из этого вышло? Вон, Валера идет.